Подходя к дому, я увидела нашего соседа на лавочке по виду, он был грустный. «Здравствуйте, Иван Александрович, у вас все в порядке?» – спросила я. Он ответил, что вспомнил историю своего детства и поэтому сидит задумчиво, и я спросила его, что за история, и он согласился мне рассказать. История эта произошла в послереволюционные года, когда на улицах был голод. Ему тогда было 10 лет, а отец его служил в ЧК. Как-то раз маленький Ваня попросил взять его с собой на дело, отец согласился. Вызок был на квартиру какому-то старику, якобы занимавшегося пропагандой контрреволюционной литературы. Попав в квартиру, сотрудники приковали старика к батареи, а сами начали обувь. Все это время старик откровенно пялился на маленького Ваню. Вдруг из соседней комнаты раздался скрип, и после непродолжительной тишины отец закричал, «Ваня, Ваня, немедленно отойди от него!» После этого отец сбежал к кухню и выстрелил старику в голову. Спустя минут 30 после произошедшего Ваня решил посмотреть, что же такого они увидели в подвале. Заглянув туда, он увидел разные части тел. Этот старик ел людей. На столе лежала какая-то тетрадка, Ваня решил прихватить ее с собой. И тут я спросила, а что было в этой тетради? Иван Александрович предложил показать мне ее, ведь она до сих пор у него. Но вдруг... А вы знали, что клоун из фильма «Оно» — это невымышленный персонаж, и он существовал на самом деле? Но прежде чем я расскажу подробнее, подпишись и поставь лайк. А мы начинаем. Его звали Джон Гейси. Он был заботливым отцом и примерным семьянином. Он занимался благотворительностью и развивал свою строительную фирму. Он был осужден за домогательство к несовершеннолетним, но уже через 18 месяцев был освобожден досрочно за примерное поведение. Выйдя на волю, он стал подрабатывать клоуном Пога на детских праздниках. Но в свободное время Гейси вступал в сексуальные связи с юношами от 15 до 25 лет. После чего он их убивал и хоронил в собственном подвале. За 6 лет его жертвами стали от 33 до 46 человек. Точное число он вспомнить не смог. Эта история оставила меня в глубоком шоке. Не так давно моя подруга должна была поехать в родной город, но опоздала на поезд и пришлось ждать следующий. Но объявили, что поезд, на который она опоздала, сошел с рельс. Жертв было много, некоторые вагоны отцепились и летели кувырком. Спустя неделю во время ночной смены с моей подругой произошел несчастный случай. Ее любимый шелковый шарф заживал принтер и задушил ее. Так что если смерть хочет вас, она вас получит. Когда мне было 6 лет, мама разбудила меня утром и предложила поиграть в прятки. Сейчас мне это кажется странным, но тогда я обрадовалась. Поэтому, конечно же, я не отказалась. Дом у нас большой, мест для пряток было много. Пока мама пряталась, я считала до 20. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Сначала я искала маму на первом этаже, где была кухня и гостиная, но там ее не было. Затем пошла на второй этаж. Там у нас находятся спальные и уборные комнаты. Я услышала звуки, которые доносились из моей спальни. Я знаю, где ты! Крикнула я маме. Я тихонько крадусь к своей комнате, резко открываю дверь, оглядываюсь по сторонам и слышу них хихиканье, доносящиеся из шкафа. Мама, выходи, я знаю, что ты в шкафу. Но мама не выходила. Шкаф слегка подрагивал. Я пошла ближе к нему и увидела, как мама подглядывает за мной через щелку. Открывай, шепчет она мне. Я взялась за ручку шкафа и тут же услышала, как кто-то зашел домой. Доча, а ты встала? Я пришла из магазина, купила тебе вкусняшек. С моим другом произошла жуткая история. Живет он в небольшом городе под Перми, у нормальной питьевой воды у них нет. Каждую неделю он ездит далеко за город к лесному колоду. И вот как-то раз он поехал туда зимой. Колодец тот неглубокий. Наклонившись туда, он набрал воду в первую емкость. Поднялся, огляделся и заметил, что на другом конце поляны будто кто-то стоит. То ли человек, то ли животное. Его это не взволновало. Вдруг в той стороне раздался громкий треск. Над кустами взлетел снег, будто кто-то вскочил и умчался за деревья. Наверное, собака, подумал он и продолжил наливать воду. Снова наклонившись к колодец, он почувствовал себя неуютно. Мало ли кто тут бегает, а он торчит задом наружу совершенно беспомощно. Ощущение, что кто-то за спиной стало очень сильным. Он резко вылез, но вокруг была тишина. Посмотрев под ноги, увидел следы, босые, вроде человеческие, но какие-то странные. Их точно здесь не было. Он заорал, схватил бутылку, плеснул туда, где следы заканчивались. Вода встретила преграду и нечто побежало от него с криками. А сам он уже бежал к машине, отдаленный диким страхом. В детстве, каждое лето, я ездила к бабушке в деревню. Однажды мы с подругами решили обследовать старую баню, которая стояла на окраине деревни. Снаружи ничего интересного мы не нашли, да и внутри была сплошная грязь да паутина. Ничего интересного здесь нет, разочарованно вздохнула моя подруга. И тут я с дуру ляпнула, что нужно ночью сюда прийти. Слово за слово и таким образом меня взяли на слабо. Ровно в полночь мы встретились у той же бани, по условиям спора я шла туда одна. Сохожу, включаю фонарик и вижу всю ту же грязь. И тут случилось неожиданное, раздался громкий звук в стену, затем в другую. Можете не стараться, мне не страшно, крикнула я, решив, что это мои подруги. Но в этот момент раздался новый шум, на сей раз с крыши. Душа мигом ушла в пятки, я вышла из бани и уверенно пошла к подругам, изображая полную невозмутимость. Но тут я услышала голоса, спасите, помогите, кричали девушка с мужчиной. От страха я встала в ступор и не смогла двигаться. Я уже была готова обернуться, как вдруг прямо над духом услышала еще один голос, не оборачивайся. Я подскочила и понеслась вперед, добежала до подруг, упала на колени и начала рыдать. На утро бабушка мне рассказала, что в той бане одна женщина застукала своего мужа с любовницей. А на утро их нашли там мертвыми.